Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Программу, где ее ведущая, я Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов, говорим о переживаниях, отвечаем на ваши вопросы, потому что мы выходим в прямом эфире и готовы отвечать на ваши звонки. Говорим о психологии, о психике, об отношениях. Да, Алексей? Да, добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Говорим о психике, ну и говорим о косвенно, по крайней мере, о том образовании, которое у нас у всех внутри, я полагаю, есть, хотя это и оспаривается, но о душе. Не зря передача называется «Разговор по душам». Причем, мне кажется, что достаточно нечасто сейчас встретишь это слово в какой-то бытовой речи. Оно как будто потеряло свою актуальность. Может быть, это только пока и как будто… Да, пробуем говорить о том, о чем вы сказали. Интересно, вы правы, Алексей, по крайней мере, я сейчас такую переоценку сделала, как часто я слышу слово «душа». Но за сегодняшний день второй раз, потому что первый раз я увидела заголовки, когда обнаружил дома книгу Оскара Уальда «Рыбак и его душа». Я подумала, что я ни разу вроде даже не читала, надо прочитать. Прекрасно, такая прекрасная отсылка. Я просто думал о том, о чем мы будем сегодня говорить. И, может быть, мы продолжим какой-то наш прошлый разговор. Ну, не какой-то, а буквально прошлый, который мы начали в прошлый раз. И у нас был звонок. И Елена нам звонила. Ну, по сути, она предупредила саму тему. Ну, она ее сформировала своим звонком. Но то, о чем я начал говорить, а я начал говорить в прошлый раз об отношениях, ну, точнее, вы меня спросили, кто приходит в кабинет. Вот я сейчас пытаюсь разметить территорию сегодняшней нашей передачи. Кто приходит в кабинет, иногда нашим зрителям, людям проще, может быть, сориентироваться со своими какими-то историями тогда, когда они слышат чужие. И иногда это происходит вплоть до угадывания. Кто-то сформулировал мою собственную трудность, мою какую-то проблему. Я узнал о ней, об этой формулировке или о проблеме за формулировкой из кино, там, телевидения, из книг откуда-то, да, из соцсетей. Сказал, ага, вот, оказывается, что для меня важно. Вот это как называется или вот как это может быть сформулировано. И с этим можно уже куда-то отправляться, потому что, конечно, части людей достаточно непросто обратиться за помощью, обратиться просто к другому человеку. В общем, с каким-то набором междометий, жевательной резинкой такой условной во рту, да, где, в общем, не очень понятно, что ты хочешь сказать. Мы тоже с вами как-то касались этой темы, что живое, болезненное, ненадуманное какое-то, оно как раз очень часто плохо сформулированное. И порой люди приходят для того, чтобы специалист им помог сформулировать. Мы об этом говорили тоже. — Алексей, немного такое лирическое отступление. Я пытаюсь идентифицироваться с теми людьми, про которых вы сейчас рассуждаете, которые вот обнаруживают формулировку какую-то, да, у других людей. Ну, условно, где я себя узнаю в другом человеке и забираю его формулировку себе для своего запроса. Ну, наверное, у двух разных людей один и тот же сформулированный запрос может повести психотерапию по разным каким-то направлениям. — Ну, в общем, да, у меня есть такая идея такого направления психотерапии, полушутливо, полусерьезно. Я называю это психотерапией запросом. Я не помню, говорил ли я здесь как-то об этом. — Кажется, мы говорили как-то, да. — Ну, я напомню, коротко. — Он 10 дней формулирует запрос, а когда он уже сформулирован, ну, уже клиент, пациент говорит, что он готов уходить. — Ну, в общем, да. Я вообще думаю, что мы для себя, если слово запрос вынуть из лечебного какого-то консультативного пространства и поместить его в общественное пространство, в социальное пространство отношений людей друг с другом, у нас же друг к другу есть какой-то запрос, если можно так сказать, да. Он в этом запросе всегда существует, ну, мне, по крайней мере, эта точка зрения интересна. Об этом написано приличное количество литературы, особенно начиная с начала XX века, когда возникло такое философское течение, как экзистенциализм, когда психотерапия начала очень активно развиваться, да, мы узнали, я коротко, да, мы узнали о том, что мы не можем существовать без других, и в этом смысле запрос невозможно сформулировать без другого человека, без его присутствия, без того, чтобы я взял в свой запрос этого другого человека. Поэтому запрос — это термин, ну, по большому счету, или не термин, а это некое понятие, да, некий феномен, который существует не только в кабинете, вот ради чего я отклонялся сейчас такой исторической справкой. Вот, а возвратиться про формулировку мы можем к той теме, которую мы начали, там была тема отношений, и в кабинете последние несколько новых посещений, новых пациентов, да, новых людей, впервые пришедших, меня это немного порадовало и удивило, потому что не часто такое бывает, это пришедшие мужчины, которые пришли как такие пионеры в смысле своих семейных систем, я как-то привык, что больше жены приходят и говорят... То есть они первыми обратились за помощью? Да, первыми обратились за помощью, с вопросами о том, что происходит в их отношениях с ну, с супругами, получается. Ну, действительно, это не часто встречается. Не часто встречается. Мы тоже с вами говорили на эту тему, но вот я сейчас думаю, я столько уже отсылок сказал о том, что мы говорили, но говорить это не значит, ну, исчерпать, да, и говорить это не значит закрыть вопрос, и я думаю, что сейчас мы двинемся в эти вопросы, и кто-то для себя тоже что-то новое откроет. Вот, так вот, там запрос, пришли двое мужчин, один моложе, ну, скажем так, в районе от 20 до 30, а другой мужчина от 50 до 60, то есть они, в принципе, двукратно имеют разницу по возрасту, но и у того и у другого, ну, скажем так, недавние отношения, молодые отношения, вот-вот завязавшиеся, ну, может быть, немножко более как это, больше прожившие, чем то, о чем говорила Елена, как мне помнится, там совсем что-то было вот новое. Ну, такие отношения, которым еще нет двух лет, но они приближаются к этому возрасту. Вот, и... А у второго мужчины, у него тоже первый брак? Если про мужчину постарше, то это второй брак, и у него, и у нее, и, а может быть, даже у кого-то из них третий, но этим отношениям вот совсем немного времени. Вот. И мне стало интересно, как, как вы говорите, они в каком-то смысле похожи, но, наверное, я думаю, что если разбираться там, как это обычно будет индивидуализм, а похожи они в том, что и вот эти вновь появившиеся отношения замечательные, очень ценные, очень наполненные надеждами о том, что у молодого мужчины, это тоже не первое отношение уже, да, с надеждами о том, что в этот раз все получится успешней, ну, может быть, тут еще и словами Елены можно сказать, да, то есть в этих отношениях еще есть надежда, в этих отношениях есть цели, в этих отношениях есть какой-то некая общая картина, ну, более-менее общая, которая создается обоими супругами, ну, в зависимости от того, в каком... То есть они вместе как-то видят свое, вот, обозримое будущее? Да, и проблема в том, что эту картину, давайте я попробую образно сказать, и в том и другом случае начала грызть армия, я не знаю, как сказать, может быть, это армия кузнечиков каких-то, червей, ну, какая-то... Я понимаю, что вы как будто бы избегаете слова таракан. Нет, я вообще даже не имел в виду. Ну, как говорят, тараканы в голове. Ну, это тараканы такие себе, то есть это некие события какие-то маленькие иногда, иногда чуть-чуть побольше, которые просто, ну, если представить, что это красивый какой-то город выстроен, почти идеальный, то в его стены стучатся прямо молотом вот эти реальные какие-то дела и начинают потихоньку разрушать и сам образ того, что люди хотят вместе, и надежду, что этот образ может быть воплощен. Я так немножко вот все это... Да, хочется услышать примеры какие-то, если это возможно озвучить в нашей программе. В смысле, какие события? Да, какие события вот становятся такими мелкими разрушителями этого созданного, создаваемого мира семейного. Ну, например, такой момент, когда супруга высказывает своему, значит, мужу, это во вторых отношениях о том, что он не помог ей в каком-то деле. Ну, в определенном деле. Нет, вот... В реальном. В реальном, да. То есть было дело, она считает, что он видел, что она занята этим тяжелым делом, она что-то там несла. Он не увидел. У меня была возможность пообщаться и с ним, и с ней, что важно. Как сейчас любят показывать, да, в общем, и писать, да, мы имеем... Когда мы имеем разные точки зрения на одни и те же события, это все происходит по-разному. У Елома есть замечательная, по-моему, повесть, посвященная улыбке, которую психотерапевт видит у пациентки. Я могу чуть-чуть что-то переврать, но это близко. Он по-своему эту улыбку читает, она по-своему эту улыбку читает, ну, так сказать, ощущает себя в этой улыбке, да, и мы видим этот текст. И там, по-моему, есть еще супервизор, супервайзор, который смотрит на это, на все, и у него третье прочтение, да. В общем, возвращаясь, ей кажется, что он не помог ей, а значит, и дальше вот, ну, там очень много, а значит, он не так внимателен. Делаются какие-то выводы, которые вот как раз разрушают основы. Да, делаются выводы. Да, вот чтобы от всех этих, может быть, красок и картинностей некой вернуться к вопросу, вопрос заключается в том, что, и это кажется обычной историей, я думаю, что большинство наших телезрителей об этом знают, но каждый раз, когда люди, взрослые, с этим приходят, взрослые в смысле опыта и ума, они как будто вот, ну, слепы, что ли, в отношении каких-то процессов, и вдруг их начинают замечать. Вот я о чем, о том, что до определенного времени вот в этих новых достаточно отношениях хочется от этого чудесного, задуманного будущего отодвинуть все проблемы. Ну, то есть, по возможности не замечать тот негатив, как сейчас говорят, те шероховатости, тот песок, те камни в ботинках, которые в это во все попадают, да. То есть, она что-то там не вовремя сказала, или не принесла, или не приготовила, или, так сказать, как-то прокомментировала что-то в его адрес, да. Ну, а он говорит, ну, я же тут вот столько времени трачу, я хочу, чтобы вот наше будущее развивалось и так далее. Я думаю, что нужны ли нюансы? Ну, может быть, если кто-то из телезрителей позвонит и скажет... Ну, мне кажется, понятно, два человека, у них, у обоих как будто бы в голове сложились некие ожидания про то, каким должен быть, мне почему-то других слов здесь не приходит в голову, должен быть партнер. Но партнер человек, у которого, конечно, есть чувство контроля ситуации, и где-то он даже услышал про потребности там своего любимого и готов там выполнять и делать, но не всегда, потому что иногда и свои собственные вопросы, и проблемы, и потребности берут вверх, и, можно быть, чем-то и недовольны. Ну, как-то так, мне кажется. Но вот если мир особенно идеально создан, вот это представление какое-то семейное, ну, там много чему придается, мне кажется, избыточное значение. Нет? — Елена, вот именно про это я и хотел сказать, потому что в начале, когда вы сейчас, как это сказать, ну, некое резюме такое моим словам проводили, вот мне хочется на этот важный и тонкий момент обратить внимание. То есть, казалось бы, что тут особенного таких историй миллион, и люди жмутся друг к другу, как дикобразы в известной притче, да, ну, ищут друг друга для того, чтобы… — Ну, хочется, конечно, отношения, быть сопричастным к кому-то. — Да, да, и масса вопросов и масса каких-то компромиссов с самими собой, ну, то есть, люди уже знают, что они пойдут на массу компромиссов, да, ну, то есть, что, я не зря говорю взрослые люди, ну, то есть, они что-то уже знают про эту жизнь, знают про то, что они не бессмертны, они знают про то, что у них будут конфликты, у них будут сложности и так далее. Но вот, может быть, так я скажу, у этого союза молодого есть вот та самая душа, может быть, душа на двоих людей, ну, какое-то новое образование. То есть, это не только планы, это не только какие-то, какая-то общая картина, которые, ну, грубо говоря, проект, помните, мы с вами говорили, да, проект совместного города, где два умудренных человека, желающих быть вместе и строить этот город или замок, сели, разделили сферы обязанностей, построили бизнес-план, как быстро они будут возводить стены и так далее, когда у них появится квартира, машина, дети по возможности и так далее, и так далее. Да, ну, и приступили к реализации. Но у всего этого возможно. Есть такое неуловимое образование, что-то, что может быть романтизировано, что-то, что может быть отражено в стихах и песнях, может быть, именно об этом поют этой паре те исполнители, к кому они ходят на концерты и слушают их. Алексей, как это связано с темой запроса, вот мы сегодня начали говорить. А вот здесь запрос можно... Как формулирование запроса может помочь этим семьям? Как наше совместное формулирование запроса может помочь этим семьям? Ну, я не знаю, наверное, совместного. Об этом вопрос. Ну, я... Совместно со специалистом, да? Да. Я вот-то, о чем сегодня говорил, о некой вот такой тревоге и страхе, что эта душа может быть испорчена или похищена, что этот союз из такого идеализированного, может быть, в какой-то степени, но придающего отдельному человеку, им, двоим, живости какой-то и жизни, блеска в глазах, эта некая ткань может куда-то деться. То есть это не запрос про то, что... Расскажите мне, что делать, чтобы она, там, не знаю, варила суп и так далее, да? Все вовремя делала, и он вовремя мне помогал. Чтобы она меня не ругала. Или это не вопрос с ее стороны. Расскажите, как мне себя вести, чтобы он все-таки со мной начал говорить на эмоциональные вещи. Потому что сейчас, в принципе, все уже достаточно, ну, скажем так, подкованы и являются носителями идеи, что если у двоих людей проблемы, то давай сядем и поговорим. Редко сейчас встречается... Поговорим там, по-разному воспринимается, да? Но редко сейчас встречается ситуация, когда... Да какой смысл в этих разговорах? Ну, мы об этом тоже с вами говорили, да, о том, что если человек не говорит языком, он обязательно говорит чем-то другим. Поведением, приходами, уходами, выпивкой, покупками и так далее. Болезнями иногда, к сожалению. Да, только это более сложный язык, и его приходится тоже выучивать. Вот, поэтому это запрос... Мне кажется, что, может быть, то, что я сегодня пытаюсь донести, это запрос, который услышал на сохранение чего-то очень важного, что не может быть сохранено только, ну, посредством идеализации и надежды. И правильным выполнением действий каких-то? Ну, одновременно это, может быть, не должно быть сведено к бытовому уровню и к реальности. Ну, то есть, может быть, эти люди приходят, вот я сейчас самим собой рассуждаю, может быть, да, эти люди приходят для того, чтобы и лишиться немножко, ну, переработать этого, что ли, картину, да, адаптировать эту душу к реальности, но не избавиться от нее совсем. То есть, не услышать того, что... Душу вот этой новой семьи, да? Может быть, по-другому... Отношения. Здесь можно было бы и другое слово сказать – любовь. Но, может быть, не в клиническом смысле, не в смысле медицинском, не в том смысле, где любовь... А в медицинском смысле есть слово «любовь»? Ну, конечно, конечно, ну, почитайте психоаналитическую литературу, иную психотерапевтическую, там любовь, безусловно, есть, но в этом и интерес и сложность, когда мы начинаем больше понимать, как будто больше понимать про любовь у этой пары, что-то начинает с этой любовью происходить. И когда пара как будто начинает что-то больше про нее понимать, ну, в смысле анализировать, анатомировать ее, говорить «так вот это, оказывается, что», да, то что-то происходит с душой. Вот, наверное, про это, про попытку сохранить что-то, что волшебное, может быть, что-то ценное, что-то такое, что связывает этих двоих людей. Иногда оказывается, что с какими-то бытовыми вещами они разберутся лучше и без психолога, потому что они знают, как у них налажен быт, как, чего там должно быть и так далее. Вот такая идея моя сегодняшняя. И, может быть, вопрос Елены в прошлый раз тоже был об этом. Не знаю, можно говорить об этом или нет, но спрошу, эти семьи еще в работе, они будут приходить к вам? Да, мы договорились, причем я помню, что в последний раз я договорился, чтобы семья друг с другом договорилась, ну, вдвоем они договорились, в каком составе в следующий раз мы будем встречаться. То есть они придут вдвоем, они придут по очереди, один в кабинете, а другой или другая ждет его, да, в там где-то, вот. Ну, вот это, наверное, какая-то такая история. В попытке выяснить, в попытке, ну, вот, пригласить в этот свой очень нежный такой и важный союз кого-то третьего, кто мог бы помочь. Вот, наверное, так. Спасибо, Алексей. Мне хочется пожелать этим семьям, чтобы их работа с вами была плодотворной, чтобы у них разрешилось все в семьях, и они смогли сформулировать этот запрос, который поможет им сохранить душу в семье. Мне очень сегодня понравилась эта ваша идея. Я тоже надеюсь, и помнить об этом мне как специалисту оказалось важным. Помнить и, может быть, чувствовать, потому что, ну, эту душу, скорее, эту какую-то, ту, которую есть, можно чувствовать. Но знать о ней сложно, в смысле, мозгами. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, наши телезрители, что были с нами и смотрели. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...